Еще, друзья, подъехали наши, приехали наши гости. Вот, Бородима привез брата Романа Курбатова с Перми. И большая часть уже собрана, слава Господу. Ну, у вас была прекрасная возможность взять кофе. Я напоминаю. Вот, то есть можно было воспользоваться. И после, значит, еще будет у нас там, значит, для пения, там и детские псалмы у нас будут. Куда, кому нужно выйти, там взять чашечку кофе, там чаю, пожалуйста, можно взять и таким образом еще дополнительно ободриться. Но знаете, сколько раз мы приезжаем в Новосибирск, обычно, ну, бывает мы, когда и раньше приезжаем, бывает и в этот день приезжаем, да, одним днем. Приезжаем утром, не все так просто. Вот, зрение настраивается, так, знаете, раз поплыли что-то, братья, так вот, мутно так стало, что-то кругом. И знаете, спасало что? Всегда спасало молитву. Если молитва хорошая, всегда приходило ободрение. Вот, потому крепче надо молиться, и бодрость, она всегда будет с нами. Она нас не покинет тогда. Вот. И еще, как мы слушаем, да, как мы слушаем. Я вот смотрю на вас и тоже вижу, кто-то меня видит, но уже не слышит. Вот, а кто-то слышит и еще и записывает, да. Вот работайте с блокнотами, тогда вам будет легче, и будете тоже иметь какую-то степень бодрости. Хорошо, наша тема, которой хотел бы я вкратце поделиться. Запишите у себя в тетрадочке. Вот мы с вами, как на уроке, да. Посвящение на служение. Посвящение на служение. Мы все понимаем, что для любого служения, будь то воскресная школа, да, будь то хор, будь то проповедник, будь кто, допустим, посещает больных там, да, в различных направлениях служения, когда человек трудится, вот. Вот, везде нужно посвящение, вот. Вот брат Паша там расставляет литературу, это тоже посвящение. Вот, у каждого человека есть служение, и Бог дал каждому служение, свою меру, да. И мы понимаем, что человек должен быть посвящен на служение. И это посвящение зависит именно от него самого, насколько он себя вкладывает в дело Господне, насколько он трудится для него. И вот, знаете, есть очень интересное место Священного Писания, мы его хорошо знаем, но, может быть, именно вот эти моменты мы не всегда на них обращали, может быть, так четко в наше внимание. Я хотел бы обратить наше внимание на книгу Откровения, первая глава, девятый и десятый стихи. И здесь говорится об Иоанне после того момента, когда его сослали, куда, учители? На остров Патмос, да? На остров, значит, он был огражден водою, вот, доступа к внешнему миру не было, а мы знаем, что Иоанн был очень активный труженик в деле Божьем, правда? Вот, он созидал церкви, он, значит, воспитывал народ Божий, учил, он был учитель, апостол, вот, и много трудился, и тут он оказывается изолированным от всего общества. Мы не знаем, может быть, там были какие-то еще сосланы на этот остров, мы не знаем, да, кто-то, может быть, и был там из ссыльных тоже там, вот, из арестантов. Мы не знаем, Слово Божие не говорит нам об этом, возможно, он и один там был, но, во всяком случае, не окружала его церковь в таком объеме, хотя бы, как сегодня мы с вами, или как мы находимся по своим местам, там, где мы проживаем. И Писание говорит, «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Мы понимаем, за что он туда попал. И далее, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я и сим альфа и омега, первый и последний». Вот знаете, что меня радует или, скажем, ободряет, или что вдохновляет в этом, так скажем, в том, что апостол Иоанн находился? Писание говорит, «Был день воскресный, и я был в духе. Там не было большой церкви, там не было горящих проповедников, слава Господу за них, там не было красиво поющих левитов, но был день воскресный, и он был в духе. Он был в присутствии Божием. Его нисколько не удручило, что он оказался совершенно в другой обстановке. Не было, кто бы его ободрял, поддерживал, может быть, сострадал ему, да? Он и там, где он находился, он был в близком присутствии Божьем». Вот знаете, я свое время помню, брат Володя Мурашкин рассказывал, интересный такой момент, когда они тоже были в вузах за Господа, и их садили в одиночные камеры. Знаете, он говорит, для нас это было каким-то даже и утешением. Знаете, вообще, одиночка в тюрьме – это пытка. Это пытка. Люди оставались одни, некоторые даже, когда долго находились в одиночке, они просто сходили с ума. Потому что человеку сложно оставаться одному. Мы так с вами устроены, что нам нужно быть в общении. Нас тянет друг к другу, это хорошо. Но он говорит, что было время, когда нас просто садили в одиночке, а я, говорит, там был в молитве, я был с Господом, Бог меня утешал, ободрял. Знаете, я имел с ним близкое общение, и меня нисколько это не удручало. И удивлялись, те, которые, знаете, их там держали, удивлялись, как так верующие, а на них это никак не влияет. Потому что у них есть с кем быть в общении. Слава Господу, дорогие друзья. И здесь, как бы, такие вопросы возникают. Они в том, что апостол Иоанн имел, и в чем мы с вами должны пребывать. Я, как бы, четыре таких момента отметил. Как ведет себя человек, когда остается один, без поддержки друзей. Как ведет себя человек. Нам хорошо, когда есть рядом плечо, да. Вот есть со мной рядом брат Петр, мне хорошо. Там брат Олег, я знаю, это братья крепкие, и не только физические. И хорошо, приятно. А придут наши обстоятельства, и мы останемся одни, по разным причинам. Да. Мы где-то трудились, и кто-то перестал с нами трудиться, или сменил род деятельности, да. Или так получилось, что сестра вышла замуж и уехала в другое место. Брат по роду деятельности тоже куда-то переехал, и остался один. Или как миссионеры уезжают одни. Человек останется один, без поддержки. Как мы себя будем вести? Останемся ли мы в духе в день воскресный? И Слово Божие говорит, и не только именно в день воскресный, но я как бы эту сторону подчеркиваю, в служении. Второй момент. Чем он занимается, когда он один, и никто его не контролирует? Вот знаете, так часто бывает, пока нас контролируют, мы очень порядочные. И мы очень дисциплинированные. И когда я прихожу, и мне кто-то так на часики показывает. Не опаздывай. И я себя контролирую. Я понимаю, в следующий раз мне на часики, значит, могут опять показать. Я прихожу раньше, меня кто-то контролирует. Меня кто-то помогает мне, знаете, корректирует меня. И я в этом движусь, и вроде бы считаю, нормально. Но знаете, придут такие обстоятельства, что никто не будет контролировать. И вот знаете, так бывает, что некоторые христиане, я не буду уже имена называть и говорить, бывает в церкви, все хорошо, прекрасно. Как уедут в другое место, и мне оттуда уже звонят и говорят, приехали христиане и видоизменились. Не успели с трапа самолета сойти или поезда. Они говорят, они уже в другом обличии. Никто не контролирует. Никто не смотрит. И вся твоя сущность, она проявится. Все, чем ты живешь, что является основанием твоей жизни, оно все проявится. Следующий момент. Какие отношения с Богом? У нас отношения с Богом. Мы видим, что у Иоанна были близкие отношения с Богом. Ему не важно было, кто-то был рядом или не был рядом, у него был источник. Он этот источник знал, и к нему всегда мог прийти и напитаться, и иметь подкрепление для своего внутреннего духовного человека. И четвертый момент. Идти до конца, где бы мы ни находились. Вот это очень важный момент для труженика. Идти до конца. Мы все понимаем, что в труде есть разные периоды. Я так скажу, бывает так, но у всех немножко может быть по-разному, но я как бы классический такой вариант скажу. Когда человек начинает чем-то трудиться, он переживает большое благословение. Новый труд, новые люди. Все что-то новое начинается. Всегда оно как-то очень вдохновенное, когда что-то начинается. Оно время какое-то нас поддерживает. Мы, так знаете, на эмоциональном уровне идем. Но проходит год, проходит два, все привыкается. Никто уже ничему не удивляется. Для всех это естественно, чем ты занимаешься. И перестает на тебя просто обращать внимание. И человек думает, а мне это вообще надо? А почему задал такой вопрос? Потому что перестали обращать внимание. И очень важно трудиться не только тогда, когда на нас обращают внимание или оценивают наш труд. Но трудиться тогда, когда, может быть, никто этого не делает. А я это делаю для Господа. Потому что я Ему служу. Я не людям служу. В принципе, я служу Господу. И через Него служу уже окружающим. И моя цель, мой труд – Его прославить, Ему послужить. И где бы ни находился, что бы ни происходило в моей жизни, дорогие друзья, идти до конца, не останавливаться в своем деле служения. И вот, знаете, я еще... Вот четыре пункта – это касательно того, что мы с вами говорили об Иоанне, о его служении, когда он находился на Патмосе. И хотел бы еще отметить такие шесть пунктов. Мы просто пройдемся по ним. Что такое полное посвящение? Вот мы говорим посвящение на служение. И мы такие пункты затронем полного посвящения. Мы проверим себя. Вот знаете, когда я проверял себя, то много в себе увидел недостатков. Увидел, что не все во мне есть из этого перечня полного посвящения. Вы посмотрите, может, у вас все будет, и вы возрадуетесь, восторжествуете. А кто-то скажет, может быть, как и я, есть еще что поправить. Так, полное посвящение. Первое. Первый такой пункт. Когда больше не требуется одобрения от людей. Человек, когда полностью посвящен на труд. Не требуется одобрения от людей. То есть человек трудится не только за похвалу. Не только трудится тогда, когда его оценивают. Отчасти мы здесь пересекаемся, но отметим этот пункт. Когда больше не требуется одобрения от людей. Человек не ждет, что кто-то ему скажет, спасибо тебе, дорогой. Если бы не ты, ну что бы мы без тебя делали? Дорогой брат, дорогая сестра, как прекрасно, что ты с нами, что ты трудишься. Никто так не трудится, как ты трудишься. Все, я буду, знаете, землю прямо из-под себя. И так буду трудиться, чтобы еще раз отметили. Еще раз увидели, что я, оказывается, важен и нужен, да? Но посвященный труженик, для него это не надо. Может быть, его никто не оценивает. А может быть, даже кто-то и критикует его служение. А мы понимаем, что не всегда бывают с нами согласны. Даже родители не все одинаково смотрят на то, что мы делаем. Не всегда мы чувствуем понимание или поддержку. Для посвященного человека это не так важно. Он понимает, что он делает дело Божие. И ради этого идет до конца. Второй пункт. Когда не требуется выполнять только поручения. Для посвященного человека полностью не требуется выполнять только поручения. А скажут, пойду. Ну, надо, кто-то скажет, сделать. Сделаю. А так не буду. Человек лишний раз не согнется. Лишний раз себя не проявит. Лишний раз не придет, не сделает. Инициативу никакую проявлять не будет. Ну, скажут, скажут. И вот знаете, с такими людьми непросто. Непросто. Знаете, даже я такой обычный пример привожу. У нас разные проходят мероприятия. Думаю, в ваших церквях тоже они. Многоразличные мероприятия есть. Связаны с воскресной школой и жизнью церкви. Какие-то проходят мероприятия в церкви. И потом, что нужно после мероприятия сделать? В зале убраться. Все самое прекрасное прошло. Начинается не совсем взрачное такое, да? Невзрачные такие труды начинаются. Помыть посуду надо, убрать там, полы протереть, все расставить, все. И смотришь, активная часть населения начинает куда-то исчезать. Исчезать начинает. Или кто-то сидит, общается, духовным делом занимается. Знаете? Вот. Он не видит. И несколько всего человек берут швабры, берут там метлы, да? Засучивают рукава, идут на кухню, начинают мыть, убирать. Хотя они целый день со всеми тоже там же были. Трудились. Может быть, даже ведущими были, да? Но они это делают. Они это видят. У них зрение духовное открыто. Они видят, где себя можно проявить. Где можно поставить плечо. Где есть их нужда в них. Им не нужно подсказывать и говорить. Посвященному человеку делать это не нужно. Он сам видит, что делать. И он является поддержкой, опорой для служителей, для ответственных за церковь. Они являются Божьим благословением. А есть люди, которых нужно постоянно только помогать им видеть, да? Постоянно им показывать. Вот это сделай, то сделай. И он порой это делает, но порой не всегда даже с охотой. Говорим о полном посвящении. Третий момент. Когда вы не привязаны к определенному месту. Это очень сильное посвящение, дорогие друзья. Когда мы не привязаны к определенному месту. Только поменялось место. Были мы в большой церкви. Все у нас было хорошо. Был у нас прекрасный коллектив. Или меня окружал такой, так скажем, коллектив тружеников, который мне очень нравился. И вдруг мне его этот коллектив поменяли. Дали мне совершенно других. Окружать мне стали совершенно другие люди. Я к этим привык. Мне с ними хорошо. Не хочу по-другому. Не буду с этими трудиться. Они ничего не понимают. Они не так делают. И так далее, и так далее, и так далее. Человек привязан. И он только односторонне может трудиться. Он не может трудиться со всеми. Он не может со всеми находить общий язык. А учитель должен это делать. И наша цель находить со всеми общий язык. Не только с кем нам приятно. Кому мы привыкли. На кого мы можем положиться. А трудиться со всеми. Кого нам Господь своей милости пошлет в нашу жизнь. Слава Господу, дорогие друзья. Да поможет нам Господь быть непривязанным к месту. Или к людям. Или к какому-то событию. Или положению в церкви. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Нет нужды в рекомендации. Для посвященного человека. Нет нужды в рекомендации. Хотя мы знаем, что определенная рекомендация, она существует, когда человек переселяется куда-то. Или куда-то приглашает его на труд. Есть определенная рекомендация от церкви. Может быть от братьев. Но мы все понимаем, что самая лучшая рекомендация. Это жизнь человека. Это когда он сам себя проявляет. Знаете, как у тех, кто часто работают, ставят там, допустим, пластиковые окна, там, братья, двери, там, может быть, еще какую-то делают, может быть, какой-то ремонт по дому делают. Они говорят, самая хорошая реклама – это то, что мы сделали. А не то, что мы делаем объявление, может быть, да, хотя оно отчасти имеет свое место. Но самая лучшая реклама, когда из уст в уста о тебе узнали, и уже другим скажут, кто ты есть на самом деле. И тебя посоветовали, скажут, не-не-не-не-не, к этому человеку ни за что не обращайтесь. Делает криво и косо. Потому, дорогие друзья, очень важно, когда мы стремимся к полному посвящению, нам не нужна ни от кого рекомендация. Потому, что мы сами, письмо читаемое, и там хорошие слова написаны в этом письме. Пятый пункт. Когда единственное, что увлекает – это молитва и служение Богу. Я как бы подчеркиваю, когда единственное, что увлекает. Мы понимаем, что род занятий у нас разный в жизни бывает, но что увлекает человека. Мы знаем, что сегодня христиане много чем увлекаются. А увлекается тем, на что он больше всего обращает внимание, чем заняты его мысли, и посвящает туда свое время. Мы проверим себя и скажем, да, есть, чем я увлекаюсь. Есть, что увлекает меня больше, чем молитва и больше, чем служение Богу. Для посвященного человека на первом месте – это, скажем, увлечение его жизни. Это влечение его жизни – это молитва и служение Господу. Шестой пункт. Когда для вас дороже остаться наедине с Иисусом. Вот послушайте этот пункт. Когда для вас дороже остаться наедине с Иисусом и питаться общением с Ним через слово и молитву, чем быть в гуще событий или в числе значимых людей. Большой пункт, но можете там сокращенно себе как-то отметить, да. Когда дороже быть наедине с Иисусом, питаться общением с Ним через слово и молитву, чем быть в гуще событий или быть в числе значимых людей. Человек стремится. Бывают люди очень активные. Они стремятся где-то быть в гуще, где там все, знаете, кипит, шумит там все, да. И там это интересно. Может быть, какие-то даже мероприятия, все. Но человек не имеет тайной комнаты. Дорогие друзья, это фундамент жизни. Это основание жизни, наша тайная комната. Вспомни, дорогой брат и сестра, где твоя тайная комната. Когда тебе там последний раз было хорошо. Когда ты читал слово Божие и плакал, потому что оно действовало на тебя. Когда ты молился один и не мог остановиться. Не когда общая молитва увлекала тебя. А когда ты один молился, и тебе было просто приятно, и ты не хотел бы оставлять этого места, где ты находился. Для посвященного человека это очень важно. И для него это более важно, чем все остальные направления, желания и стремления. Послания апостола Иоанна. Чем пронизаны? Вот три послания, вспомните. Чем они пронизаны? Любовью. Правильно. Они пронизаны любовью. И вот знаете, дорогие друзья, мы понимаем, что мы всегда хотим, чтобы, так скажем, наши слова имели силу. Правда? Чтобы наши слова действовали на слушающих нас, детей, может быть, учителей, да, окружающих нас. Такие слова рождаются в одном месте. Это патмос. У каждого человека бывает в своей жизни патмос. Когда он находится в очень сложных жизненных ситуациях. Он остается один. Знаете, не обязательно оставаться одному, что ты куда-то уехал и все там в тайге, в лесу где-то. Ты можешь, в принципе, получиться, что ты остался один. Тебя никто не поддерживает. Ты не чувствуешь какой-то, знаете, помощи с этой стороны. Ты просто остался один. Тебя нету человека, который бы тебя сегодня понимал. Ты остался на патмосе. Но тебе нужно быть в духе в день воскресный. Тебе нужно научиться в этих обстоятельствах славить Господа. Благодарить Его, любить Его и стремиться к Нему. И вот знаете, когда человек через это проходит, у него рождается послание любви. У него рождается та способность, чтобы донести истину Божию в лучшей форме для людей. И существует два вида посвящения, дорогие друзья. Существует два вида посвящения. И, конечно, они в какой-то мере, может быть, перемежевываются между собою. Имеют, может быть, какую-то часть в нас в большей мере, может быть, в меньшей мере. Но давайте мы тоже здесь себя немножко так посмотрим. И первое, я как бы отметил таких из двух видов посвящения. Посвящение самому себе. Не пугайтесь этого слова. Посвящение самому себе. И давайте расшифруем его. Что это значит? Когда мы делаем то, что нам хочется. Вот хочу я, буду делать. А не хочу я, вы ни за что меня не заставите. Я этого не хочу. Я так не вижу. Я так не понимаю. Человек так положил в себе. Когда мы делаем то, что нам хочется. И все события, все вещи и людей используем для достижения собственных целей. Для достижения собственных целей. И все обстоятельства. Человек бывает очень трудолюбивый. Он к чему-то стремится. Он хочет проявиться. Но цель у него немножко неправильная. Он ищет славы себе. Он себе служит. Он хочет, чтобы его заметили. Чтобы его увидели. Чтобы его оценили. Чтобы о нем сказали доброе. Похвалили его. Это цель его служения. Другая сторона. Второй пункт. Посвящение Богу. Когда все события, вещи и люди используются для его целей. Когда все, что бы я ни делал. Господи, это тебе хвала. Я все, что я сделал. Это ты, Господи. Да я вообще ничего без тебя не могу. Знаете, хорошо это всегда сознавать. Дорогие друзья. Это немножко нас так, знаете, правильное русло ставит. Когда мы понимаем. Знаете, мы переживаем успех. Это однозначно. Бог дает нам в труде успех. Если мы не отступаемся. Как мы говорили. Значит, идем до конца. Бог дает успех. Но всегда, когда Бог дает успех. Скажите Господу. Господи, это твоя заслуга. Это не моя. Это не я сделал. И знаете, бывает даже так, что что-то хорошо получилось. Кто-то подходит и говорит. Слушай, просто меня сегодня поразило, что ты сделал. Как ты сказал. Или как ты сделала. Как ты донесла. Это было просто прекрасно. И внутри так, знаете, тепло-тепло так пошло. Ну да. Не зря я молилась. Молился. Не зря, значит, я пост брал. Или брала. Да, да. Вот он успех моего служения. Ни в коем случае не допустите это. Это будет конец благословения. Вы точку на нем поставили. А скажите. А внутри себя встаньте сразу в такое положение. Господи, это все ты. Дорогу, брат, сестра. Бог не дал бы, я бы не сделал. Всегда встать в положение нищего пред Богом. Потому что все богатство, которое мы имеем, все оно от него. И что может быть мешать этому полному посвящению? Я как бы тоже отметил таких четыре пункта. И мы будем уже подходить к заключению, к молитве. И мы помолимся, чтобы нам быть с вами посвященными полностью. Что мешает посвящению? И первое. Первое, что мешает страх, что Бог заберет у меня что-то. Отправит меня куда-то. Мне нужно будет что-то оставить. И так далее, и так далее. Что Бог у меня что-то заберет. Потому человек не посвящает себя. Потому что мы понимаем. Мы с вами духовные люди. Мы понимаем, что посвящение требует отдачи. Что Бог может что-то забрать. Что-то поменять в нашей жизни. И если я вдруг Богу скажу такую фразу. Господи, хочу быть полностью посвященным Тебе на служение. Человек уже где-то внутри понимает. Бог что-то заберет. Бог что-то поменяет в моей жизни. А я этого не хочу. Господи, пускай идет, как идет. Вот идет же неплохо. Пускай идет. Но я понимаю, что если я хочу достичь большего. Я должен с Богом согласиться. Господи, я даю Тебе право менять в моей жизни все, как Ты хочешь. Потому что я посвятил себя Тебе на служение. Второе, или так скажем, оно где-то пересекается. Но отметьте его второй пункт. Страх перед трудностями. Страх перед трудностями. И мы понимаем, что препятствия не исчезнут, и нам будет нелегко посвятить себя Богу. Могут нас встречать трудности в нашем посвящении. Вот знаете, апостол Павел, когда был призван на служение, и мужу Божьему Ананию Господь что сказал? Я покажу ему, сколько ему нужно будет пострадать за имя мое. Что? Апостол Павел знал об этом. Он знал, что его посвящение не будет легким. Он знал, что его отдача Богу на служение простым не будет. Она была очень сложной, правда? Жизнь его не была простой. И когда мы видим, он перечисляет, сколько он встречал трудностей, можно просто за голову взяться. И лжебратья, и кораблекрушение, и в глубине морской был, и палками его били, что с ним только не делали. Но его послание мы читаем, до сего дня уже 2000 лет народ Божий их читает и черпает большую глубину. Хотите иметь послание любви? Нужно быть на подпасе. И апостол Павел прошел это. Хотим, чтобы наши слова имели силу. Нужно быть посвященным на служение, быть согласным, что Бог поведет нас так, как Он хочет. И не бояться этого. Третий пункт, который я отметил себе, что мешает посвящению, желание пережить одномоментного посвящения. Одномоментного посвящения. Когда человек думает, он побыл на каком-то сильном богослужении, и все. Вот с этого момента он считает. Все. Я Богу на служение посвящен. Все. Знаете. Или, может быть, какой-то в молитве имел переживание. Все. Господи, с одного момента служу только Тебе. Я посвящен Тебе на служение. И люди ищут этого. Что-то в его жизни раз должно произойти, повернуться. И навсегда в его жизни все изменится. Хорошо, если бы было так. Но полное посвящение, полное посвящение, это когда человек проходит определенный длительный процесс. С одной только целью, жить для Бога. Посвящение, друзья, это длительный процесс. Это не простой процесс. Это процесс отсечения от нас всего человеческого, греховного. То, что не славит Господа, и где в нас Божий характер все больше и больше проявляется. И третий момент – это гордость и искание. А, извиняюсь. Четвертый момент – гордость и искание своего. Когда человек ищет своего, ищет себя, чтобы поднять, себя возвеличить, это мешает полному посвящению. Потому что эгоистические наклонности, они препятствуют полному посвящению на служение Господу. И как один человек сказал, что посвящение – это добровольная отдача жизни Богу и внутренняя и сердечная преданность Ему. Вы посмотрели, о чем говорит посвящение? Вы услышали? Давайте мы себя проверим. Есть ли нам на чем трудиться, друзья? Ну, хоть махните головой. Я посмотрю ваше количество. Большинство. Значит, я не одинок. Значит, нам есть на чем трудиться. Нам есть, что в себе исправить, чтобы наше посвящение Богу на служение было полным. И мы Его полюбили всем сердцем. И служили Ему не для награды, не для того, чтобы нас отметили, а потому что мы Его любим и хотим Богу принести приятное и воздать Ему за ту великую цену спасения, которую Он нам дал. Давайте будем молиться. Аллилуйя!